Девятка валит, даже не включена. Ну что, звукорита, самая самарская девяточка. Сегодня у нас на обзоре это Егор. Егор, здорово. Так, расскажи подробностях. Насколько я знаю, ты ее очень долго собирал. Ну все, началось как у всех. Я сначала просто с двенашки ездил в БПС-бабушка на шкаф карась. Потом кинул два пятнадцатого патриота. Ну мало сразу, сделал гроб на четыре. Потом я понял, что тачку убивать не хочу. Сварил стену одной феи на четырех, трех, пятнадцать. Мне вообще не зашло в звук вообще, ну нет, низа. Мне нравится, нет. Потом, когда студию устроился работать, думаю, ну а что бы нет. Вот Кедди разбирали, думаю, дай-ка события я заберу. Ну и вот четыре сада здесь с Кедди еще. Два там докупал. Двадцать пятку тоже был взял. Давай посмотрим на нее. Ну а все взглянем. Закрыто? Нет? Нужно докрашивать, доделывать. Так, в принципе, все расключили. Двадцать пятка стоит, под ней шесть секций. Здесь закреплено запаски. На сколько? На сороковки. Сороковки? Вот, шесть секций. Два, два, пятьсотых на фронт. Три стана на два на четыре пара хатшотов. Дальше у нас... А, станат не лез в запаску. Я порезал запаску. Просто порезал, переварил сам запаску. Запаска квадратная просто. Сам трудно БП варить было. Хоть я и раньше... Короче, тачка научила меня вообще быть сварщиком. На прошлой работе я работал на заводе, но из-за того, что захотел стену, начал потихонечку варить. Потом на заводе взяли варить. Угу. Ну, красавочка. Потом уже решил просто думать, дай-ка... Мне всегда нравилось БП, нравился Форд зеленый. Нравилось вообще просто как БП работает. Низко и высоко, и на всех. На всем диапазоне в принципе ровно. Ну, не на всех БП. Полка широкая, да. Как я понял, а именно на идеальном полутруге самая лучшая отдача. Именно от Сабы. По мягкости, по всей фигне. А 25-ку, почему говорят все, Квазар возьми, 25-ка намного мягче играет. Да? Взять Lexus. В Lexus есть такое понятие стучащего баса. Он прям, ну, постукивает местами. И это как будто не катушки, не Сабы, а просто сам по себе характер баса тебя бьет. Здесь мягко, даже сам услышал. Да, мягко даже наверху. Ну, сейчас послушаем, я-то еще не слышал. Ты мне сейчас включал обычный трек. Это обычный стекло. Прибило меня очень хорошо, хотя ты совсем громко не делал. Вот я еще знаю, что здесь у тебя интересная такая фишка, бронет, стекло. Да, бронет, стекло. Они два тяжеленные. Я их тоже... Сколько миллиметров? Вообще, два сантиметра здесь, триплекс два склеенных стекла, между собой, ну, сантиметровых. А вот, собирал я вообще месяцев девять. Я просто такой, это ничего, это не была вообще задумка. Я просто начал ловить. Я сварил полы, сварил полукруг. Все, я просто стопанулся, я не знаю, чем мне делать. И смотрю такой, блин, а все равно средняя стойка же. Дай, думаю, стеклышко сделаю. Почему бы нет? Все равно тачка, то ли доката должна быть, то ли раскатана, непонятно, но мне больше всегда статизировали какие-то, не знаю, что-то близко к стенсу, ни к тренировке, ни к всего. Да-да, она выглядит у тебя вообще. Я кидал ее на диске, да, но диски нужно под другим параметром подобрать. Развал очень хочу, но с таким весом, я боюсь, мне просто балку сломает или оторвет там ступицу вообще с корнями. Поэтому, наверное, я думаю, возьму какие-нибудь XXR 527-й, безвозит. Не с 0,0, а так. Все со временем, короче, машина мечты, да, получается? Да, она по всей России собиралась. Вот эти все части, вот эти темы, все тоже в убитом состоянии покупал, на разборках, что-то с Тюмени, что-то с других городов. В принципе, здесь все родное на второго года. Единственное, только арки. Арки сделал, и все. в багажном стоит уже свежий. Тонкий такой весь, противный. Нет, ну не единственное. Короткая морда. Короче, сейчас такая беда огромная, найти короткие крылья, более-менее живые, человеческие, красивые, что просто, ну, когда мы красили, четыре или три пары крыльев я просто выкину. Они вообще никак не подходили никуда и ни к чему. Но она была длинна крылья, она была второго года, она крылья дедовская, второй хозяин на нее. То есть, с 15-го года, вот как после деда ее купили, 40 тысяч пробега на ней было. Вот эти маски тоже интересные, Хела Моретто, я нравилась, именно вот этот стиль морды, короткое крыло, Хела Моретто. Тоже очень дорогие, очень редкие фары. Это оригинал, сзади вы штамповка, есть французская Хела. Но единственное, фары здесь должны быть что-то близко к BMW Хеловске, пока на них денег я не нашел и пока на шестерочных пленке. Но ты планируешь их поменять или нет? Я планирую, пока оно, вид все равно есть, пока я не сказал, никто бы и не понял. Ну да, по сути да. Нижняя губа Гольф, но в принципе это нормальная тема, просто мало у кого на коротком крыле есть такая тема. Из того, что вес огромный, жопа просела, я хочу на статике просто ее выровнять, нормально как передок опустить. Ну и все, и с кайфом двигаться с нормальными колесами. Капот откроешь, посмотрим, что там у тебя. Да капот что? Капот вот, подкапотка самая такая. Все оттуда начинают, но я на ней с нее не начинаю, с подкапотки. Самое интересное, это то, что ты там уже движок поменял. Движок я один из первых поменял. У меня колл-карбюратор, обычный 8-клок карбюраторный. Он не тянул даже гроб на 4-х патриотов. Я просто никуда не ехал. Я просто побросил, пока вот без порядка. Главное вообще покрасить подкапотку и убрать по максимуму провод. Сделать хэн-шуй. Да, да, да. Так, а генератор ажат? Ажат раза 13, 320-й, без регуля, на коричневой шоколадке, при протяжке плюс, при протяжке минус, мега 50. Там запас еще есть. Самое необходимое для такой машины, да? Там есть запас. Я вообще 3 делал, но интересные их очень уложил. Провода. Они у меня здесь, потому что я запаску уже всю забил титанатом. Вот здесь у меня ниша. Под этой нишей можно засунуть при желании, наверное, по секции, по 2. И здесь протяжки, которые идут по 3 штуки. Они огибаются, чтобы в случае чего разрезаться пополам и просто на титанат продолжиться. Нормальная тема, да. Ну, что-то, фронту. Фронту 6 пар даймондов обычных. Хотел в этом сезоне соло, нео. Не хватило штанцов. Вот. Были аж один, закинул хэдшоты. И были у меня карты с 99-ки, ну, которые на 6-е были руби. Ну, старый, 9-9, короче, у меня две тэшки. Она черная, я то ли в рапторе, то ли в чем я забыл. Майки стал, Майки стайл ким, который я покупал. У меня спересил. А потом все-таки решили, мы из этих же обшивок срезать верхнюю часть и просто из этих обшивок докинуть колец, хэдшоты закинуть. Ну, хэдшоты лучше, да? Чем машину. Хэдшоты мне, я верха люблю. Во-первых, на них считаю, 300 на 2 в 1-ом трудится. И трудится так. Ну, просто играет это так, не клипует, ничего. Я думаю, можно даже добавить. Чуть-нибудь. Просто это прикольно играет. По ощущениям ты накидываешь просто до обычных динамиков типа Руби. Ну, нет, Руби, конечно, нет. Глуховатых. Типа Соло 8, типа Даймонд. Что-нибудь для глуховатых динамиков накидываешь их. И ощущения, что-то среднее между Соло 8 и Соло Нео. Ощущения получаются. Что тут еще? Шумки очень много в тачке. Лобсток. Лобсток. Здесь 5 слоев или 6 слоев, уже не помню, шестерки от Комфорт Мата. Это экстрима. Единственное, порвало в этих местах. Я думаю, просто боюсь, если я заварю. Если я заварю, у меня начнет рвать дверь, а двери... Двери уже ремонтированы давно, но вот в этом оформлении я катаюсь уже сколько, полгода. В этом оформлении просто не рвет. ВП я обожаю тем. На четырех Патриотах с каких-то двух обычных сварок отрывало двери вообще абсолютно. Конкретно, да. Просто конкретно рвет дверь. У меня был треугольный порт посередине. По идее, он тоже должен бить в лоб, а не бьет. Ну, все уходит сюда. А БП так не работает. Но зато прыжи с рвало. Я боюсь, если я буду... Ты вот это имеешь в виду, да? Да, да. Лопнули абсолютно полностью. Лопнули полностью с той стороны. Щит начинает потихонечку гулять. Я думаю, полезу после этого сезона, потому что если пару-тройку, я думаю, каких-нибудь замеров. Я так для себя. Я даже сейчас сегодня буду пристреливаться. Я даже не думаю. Так, заеду. Ну, завтра ты замеряться будешь, да? Ну, замерим, да, на чем-нибудь. Сколько дам, сколько дам. Я как мне не принципиально для себя я собирал. Где повседнев есть? Вот я на ней уехал на работу, я на ней уеду с работы. 160 в прошлом году ты, да, делал? Да, 160 было. Это настройка ПК была. Там 155. Но я все не докручивал. У меня с кем там беды. У меня с кем туда панелька. Это панель, это кем вот вообще с кеди. Панелька там видел 165, 167, я даже не знаю, на 20, ну, на низкой настройке. И панельку там разбил до такой степени, что на VBR нужно же держать среднее давление. И когда я держу, и она просто прибавляет кем в 35 в шишке, я просто слышу стук. И пытаюсь убавить, а крутилка у меня просто не слушается, и убавляется сильно, и прибавляется сильно. То есть в этом году я уже буду умнее, я просто панель возьму у другого человека с кем-ли. Я просто, я не знаю его результата. Больше 140 мне просто не дали, думаю, сколько ладу не носилый, типа, ну, лёг стоял в проеме, просто не носилый. Хлопнул по плечу. Так максимума никто не знает. Здесь мощей нет. Ну, и тогда у тебя было в 0,3, да, подключение? 0,3 было подключение, греется 25-ка, но стрельнуть можно. Стрельнуть или повалить там минут? Ну, осень была. Повалить можно минут 20, наверное. Ну, там вообще полный отрыв. Я вот боюсь, я уже с этими порванными, если я 0,3 дам, это уже будет всё. Зато сейчас тебе нравится то, что повседнево гоняешь, да, валишь, сколько влезет. Ну, люди подходят, никто нифига себе, типа, и в пробках. Все так смотрят. Вот, кстати, вот еще окантовочку сделать, подсветки. А сюда я хочу закрыть, закинуть светящийся логотип чего-нибудь. Либо свой инстаграм, либо там студия, что-нибудь закинуть. Ну, нормальная тема, нормальная. И подсветить. Люди смотрят, прикольно. Даже ты не ездишь, ты просто за один. Я когда только просто разобранный ехал, собираться в... Всё снято было после зимы, после сгорожая, закидываю, люди просто... Да я не валю музыку, я ничего, я просто спокойно еду. Люди уже просто в шоке, уже подходят, как так в таком сохране тачки. Да, да, вот именно это. Удивляю. Положено денег, это просто... Ну, и самое главное, о, эхо тут такое конкретное от БПшни, которую... Это у нас эски стоят, пятнашки? Да. Брежские пятнашки, все разносорт, кто-то новый, кто-то... кто-то нет. В принципе, играют, нету разности. Катушки какие? Катушки 0,9. 0,9 же, по-моему. Второй мы просто раз поставили, и все, и она стабильно играет, 25-ка справляется. Здесь тоже прошито, нет? Здесь, нет, здесь просто обычный экстрим, вот он, крашен, просто экстрим. Я как бы не стал ничем зашивать, это я вообще на соревнованиях сделал. Сидеть низковато, и... Да, мешает потолок, я понял. Посмотри, у тебя что-то, или это так надо? Сабы, вот здесь, видишь, как прикручены, просто неудобно было, Нет, а, стекло тебе не даст ничего сделать. Я саморезом... Боком, как-то-то. это вообще дурдом. Ты знаешь там, разные длиной, разными саморезами крутишь, они встают, очень интересно. Еще корзины стукнешь по стеклу, оно каленое, сейчас, не дай бог чего, и, короче, по максимуму, ну, 6 пятнах, в БП, в девятке, я думаю, я еще бы нигде не видел. Именно 6 пятнах, прям, чтобы они стояли в ряд, не разнесенно, по разным сторонам. Просто ряд, и ряд, и без реверсов, без ничего. Были бы стык, конечно, можно было в реверсовке кенуть. Так, Егор, кенут какой именно? 356 кенут. Вроде все сказали. Да, вроде, да. Генератор, сабы, уси, проводка, все сказали. Я думаю, надо послушать, включить. Здесь можно будет? Нет. Думаю, никто прочитать не будет. Пока не будет, да, пока никого нет. Уже? Нет, выездка. А, полиция? Нет. А как у тебя, кстати, играет? Вот открытая дверь должна быть закрыта. Слушай, две закрытых двери, два открытых окна, вообще, самое, идеальное. Самое топовое, что здесь, вот как на том видосе, самое топовое, что здесь можно придумать. Ну, давай. В принципе, если так, для съема, можно на одно открытое окно и одну открытую дверь, если хочешь так, просто снять общий план. Я бы, знаешь, как хотел сделать? Откинуть? Обязательно открыть надо. Так она не откидывает? Она и каскин, и каскин, и каскин, и сетку. И хотя бы это, немножко ход по снимать. Конечно. Сейчас. Космос он продышан Байк Матрикс. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok